Боевики 20 раз обстреливали позиции в ИСУ с начала суток. Пострадавших нет, сообщают в штабе ОТО. Наемники продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Из него сегодня поливали огнем и один из прифронтовых населенных пунктов в Сухую Валку. Там побывала наша съемочная группа, продолжит Ирина Баглай. Вот у меня есть осколки. Осколок. Где ты их взял? Подавили, друзья. Как игрушку, Егор показывает осколки, которыми этой ночью усеяло село Сухая Балка. С начала войны местные жители слышали взрывы вдали. Прошлым летом пережили самый сильный обстрел боевиков. Но и тогда вражеские снаряды падали за селом в поле. Вчера война ворвалась в их дома. Так было громко, что мне было очень страшно. Я с одним ими сидел, мне не было так страшно, когда мы вместе. Мимо осколки пролетали, и там взорвался дом. И человек умер. Вот это прямое попадание в крышу над комнатой, где прятались две женщины и маленькая девочка. Не успели спастись, а вот осколки перебили ствол дерева. И один из них прервал жизнь соседа. Да, прямо в сердце. Я целую ночь тут древела над ним. После обстрела все начали ходить по улице и заглянули к нему. А он сидел, просто сидел на лавочке. Погибшему Александру Петровичу было 52. Односовчане до сих пор не могут прийти в себя. Чудо мы жившие. Начались выстрелы в половине одиннадцатого. Я дочка и внучка маленькая были дома. Ее уютный, добротный дом теперь практически разрушен. На стенах лишь уцелели фото счастливых детей и внучки. Начали по стеклам осколки, по крыше, по стеклам, по стенам. Говорю, надо отсюда убегать. Света уже не было. В полной тьме перебежали в ту сторону, в ту спальню. На пол упали. Ну, вот это уже все. Тогда и крыша начала падать, и штукатурка на нас сыпаться. На малую так, как упали, лежали. Несколько десятков воронок. Боевики били кучно. На поле подсолнухов перепахано, как и огороды. Повреждены водонапорная башня, газопровод и все на одной линии. Как установили в совместном центре по контролю за огнем, стреляли со стороны захваченной наемниками Горловки. Восстановить электроснабжение ремонтники обещали до конца дня, как и газ. А вот раны от потери родного человека уже не излечишь ничем. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.